здравствуйте уважаемые любители вольной борьбы сегодня 7 августа на летних олимпийских играх столице японии славном городе токио состоялась то самое событие которое мы все с вами неустанно ждали аж 2017 года ведь именно тогда на чемпионате мира в париже и началась история знаменитого на весь борцовский мир противостояния между абдул-рашидом садулаевым и кайлом снайдером но именно сегодня в августе 2021 года на летней олимпиаде в токио трилогии между двумя этими выдающимися спортсменами наконец суждено было состояться и мир узнал имя нового олимпийского чемпиона весовой категории до 97 килограмм но прежде чем начать чевствовать имя человека вышедшего победителем из этого я не побоюсь этого слова грандиозного противостояния давайте окунемся немного в историю и вспомним с чего началось данное соперничество двух олимпийских чемпионов и коснемся вкратце их многочисленных спортивных регалий и уникальных борцовских способностей как я уже говорил история их противостояния началась на борцовском ковре в париже где они схлестнулись в поединке в первый раз обои будучи уже и чемпионами мира и чемпионами олимпийских игр но только в разных весовых категориях абдул рашид завоевал свою золотую медаль на олимпиаде в рио 2016 году весовой категории до 86 килограмм а кайл снайдер взял свое золото на этой же олимпиаде но только весовой категории до 97 килограмм и вот как раз таки в данной весовой категории герои сегодняшнего выпуска и встретились на борцовском ковре в первый раз нельзя не вспомнить тот факт что абдул рашид на тот момент можно сказать дебютировал в этой более тяжелой весовой категории и у него был тогда как он сам потом рассказывал некий временной простой в его спортивной подготовки короче говоря чемпионату мира в париже абдул рашид садулаев подошел не в самый лучший для себя физической форме тем не менее они закатили со снайдером такую зрелищную и интересную схватку где преимущество постоянно переходила от одного спортсмена к другому что она теперь навсегда останется в истории борцовского мира и действительно та схватка является эталонным показателем того как лучшие спортсмены мира в данной весовой категории невзирая на усталость борются до конца и невзирая на проигранные баллы до последнего пытаются вырвать друг у друга победу в этой схватке на мой взгляд спортсмены были из-за недовеса и не оптимальной физической формы абдул рашида равны и победа в данном поединке зависела в основном от того кому из борцов улыбнется удача и фортуна в том 2017 году была на стороне американского спортсмена ему удалось одержать победу над нашим спортсменом со счетом 65 таким образом трилогия началась с очень обидного и досадного поражения для абдул рашида ведь он по своей натуре и характеру воин а воин не привык проигрывать и надо отдать должное абдул рашиду садулаеву в том что он достойно принял это поражение пожал руку снайдеру не стал устраивать истерику и жаловаться на судейство мол оно было пользу американского спортсмена все в том поединке было по чесноку и абдул рашид это понимал также как и понимал он то что победа или поражение как он сам говорил это только от всевышнего то что проиграл здесь ничего такого нету это все победы и поражение только от всевышнего и психологически я не был сломлен и мешало не буду и данное поражение это неспосланное ему испытание который он должен был пережить кое-что понять сделать свои выводы забегая вперед скажу что эти самые выводы абдул рашид после их первого поединка со снайдером сделал и более чем но прежде чем мы поговорим о второй их схватке в трилогии давайте вспомним и о регалиях и об уникальных борцовских качествах самих спортсменов начнем конечно же с абдул рашида булачевича садулаева он является олимпийским чемпионом 2016 года в рио-де-жанейро также он является четырехкратным чемпионом мира было это в 2014 2015 2018 и 2019 годах также является естественно серебряным призером мира проиграв уже выше упомянутому снайдеру в 2017 году является он четырехкратным чемпионом европы было это в 2014 2018 2019 и 2020 годах победителем европейских игр 2015 и 2019 году но естественно является пятикратным чемпионом россии было это в 2014 2015 2017 2018 и 2020 годах то есть титулов у абдул рашида ну просто нереально много родился он кстати если кому интересно 9 мая селе цюриб чарадинского района по национальности аварит то есть понимаете 9 мая родился абдул рашид то есть ему как бы на роду было написано только побеждать а во время одного из молодежных турниров он получил прозвище танк за незаврядную силушку богатырскую и нескончаемую волю к победе является учеником тренера шамиля амарова ну что еще сказать про абдул рашида помимо того что это уникальный борец развивший все свои навыки до запредельного уровня по моему тут как говорится больше не убавить не прибавить и все многочисленные спортивные регалии и титул абдул рашида говорят сами за себя поэтому пришло время рассказать вам о человеке способного навязать ему достойнейшую конкуренцию на ковре и имя этого человека кайл снайдер родился он 20 ноября 1995 года в сша штате мэриленд и мало кто знает но кайл снайдер является самым молодым американским чемпионом мира по вольной борьбе в 2015 году он выиграл и панамериканские игры и чемпионат мира а также он является самым молодым американским олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 2016 году он финале олимпийских игр в рио-де-жанейро одолел азербайджанского борца хейтага газюмова помимо этого он является двухкратным чемпионом мира и четыре раза завоевывал первые места на панамериканских чемпионатах в общем кайл снайдер спортсмен тоже очень титулованный известный одаренный вольной борьбе и если сказать что кайл снайдер очень и очень сильный вы знаете это будет конечно же правда но словами не описать какая же у него бешеная физуха а 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 то есть как вы поняли снайдер это соперник далеко не подарок к тому же он явно не на бабушкиных пирожках и не на куриных грудках такие зверские силовые показатели у себя развил я надеюсь вы понимаете о чем я кайла снайдера можно охарактеризовать как борца очень амбициозного волевого нацеленного только на победу он даже в отличие от других борцов не пешком идет бороться аж бегом бежит на борцовский ковер к своему сопернику тем самым показывая свою уверенность и психологически пытаясь уже до начала схватки надломить своего соперника еще большим плюсом для снайдера является то что он всегда борется до конца всегда до самых последних секунд и очень часто на этих самых последних секундах борьбы когда его оппонент уже обессилел и мало что может противопоставить снайдер проводит какой-либо прием и вырывает тем самым победу в общем для абдулрашида садулаева кайл снайдер это очень серьезный достойный конкурент оба этих спортсмена являются национальными героями очень известными в вольной борьбе они действительно можно так сказать стоят друг друга хотя и они очень разные и по телосложению и по стилю борьбы и даже по ментальности с вероисповеданием к тому же они представляют две разные но сверх мощные державы россию и америку они как два разных полюса как два самых ярых антагониста как лед и пламя но от этого история их противостояния становится еще еще интересней и вот как раз таки эту самую историю и сотворил абдулрашид садулаев во время второй своей встречи со снайдером которая состоялась также на чемпионате мира но уже 2018 году в будапеште как вы все знаете то соперничество в финале обернулась для американца тем что он неожиданно для всех проиграл садулаеву на туше при том чуть ли не в самом начале схватки многие эксперты конечно же и предрекали уверенную победу абдулрашида но то что он возьмет у снайдера реванш таким убедительным образом этого конечно же никто себе не мог представить даже в самых смелых своих ожиданиях кстати давайте как раз таки и послушаем мнение некоторых экспертов решивших высказаться по этому поводу что я вам скажу вы сами все видели прекрасно матч реванш состоялся причем состоялся очень ярко я вам скажу в борьбе называется этот прием локоточки это маленьким маленьким деткам дают это вдвое пять раз даже унизительные для американского борца что на такой прием его поймал садулаев поздравляю дурашида это право посмотрите как вышел садулаев какое лицо он вышел сразу на него как на как тигр на кошку просто взял и все тот снайдер вообще не ждал что так произойдет и положил его с детского приема что самое интересное за две руки повернул раз-раз и все человек на мосту а тот немножко думал опять прошлогодний марьян будет где-то протянет да у него была свойство твоя тактика с самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживаться а если бы это протянуть борьба другая плаву я вам даю горы что ж это было мнение экспертов теперь давайте послушаем что сказали сами спортсмены по поводу своей очень зрелищной но весьма скоротечной второй встречи кайл скажи насколько хорошо ты был готов к этому турниру я был идеально готов подвелся просто великолепно был абсолютно доволен своей формой у меня не было никакого страха я чувствовал себя прекрасно даже по ходу последней схватки я защищал бедра старался нагружать его голову да я хорошо был готов к этому турниру за последний год самое трудное это было ожидание я долго шел к этому ну и не сказал бы что было так легко бороться эти два дня но как бы не было хамдуллах я выиграл и стандер это очень достойный соперник но олимпийский чемпион в последнее время он очень много болтал и получил то что хотел были ли у тебя мысли что вот сейчас ты сможешь выбраться да на секунду когда я быстро развернулся с одной стороны на другую я был можно сказать очень зол и мне казалось что я смогу выбраться так что да сильный был соперник то есть вот сейчас вот после того как вы победили вы чувствуете сейчас он сильный? конечно олимпийский чемпион олимпийскими чемпионами слабые не становятся просто его высказывания были очень громкими и человек заслуживает уважение тогда когда его слова совпадают с деяниями и вот последнее интервью я читал перед вылетом суда который он говорил что у меня плохие наставники и мол они насильно заставляют меня бороться в этом весе и что я у него никогда не выиграю вот я хочу сказать ему и вот таким гордецам чтобы они раз и навсегда забили себе на носу что я могу сомневаться в ком угодно но только не в себе Садулаев в своем интервью сказал что ты слишком много говорил в прошлом году после победы над ним и он хотел заставить тебя быть скромнее поскольку по его словам чемпионы должны с ним считаться твои мысли по этому поводу даже не знаю что ответить не думаю что я много наговорил тогда но это хорошее замечание я принимаю его без проблем что для вас значит сейчас победа? не знаю я вот год ждал этого вот сейчас просто не могу тогда подобрать слова очень рад что порадовал всех болельщиков хотел бы поблагодарить всех тренеров сборной России моих личных тренеров спаррик партнеров и всех болельщиков которые находятся в разных уголках России мира особенно моему Дагестану очень верили и надеялись на меня всем спасибо Кайл сейчас счет ваших встреч 1-1 скажи какой урок ты вынес из этого поражения от Садулаева ну честно сказать эта встреча не длилась долго чтобы я мог много уроков вынести но вот в остальных схватках уроков мне преподали достаточно я думаю сейчас понимаете меня тушировали в финале тушировали в финале чемпионата мира и это больно но это поражение для меня не настолько болезненно как на NCAA так что это показывает что я вырос как человек я могу оградить себя от лишней похвалы и дать более детальную оценку своим действиям это касается веры которая есть во мне касается моих поступков и это хорошо поскольку чем лучше я могу их оценить тем лучше буду готов в будущем я делаю это практически всегда всегда оцениваю свои схватки но сейчас это будет более детальный анализ поскольку здесь было дело еще и в тактике с самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался ощущал ли ты на себе давление перед схваткой с Садулаевым нет я чувствовал себя хорошо ну что друзья после данных прослушанных интервью у меня сложилось мнение что несмотря на то что Снайдер исказанул в какой-то момент лишнее но потом он понял свою ошибку и по факту оказался порядочным адекватным человеком умеющим достойно принимать поражение и замечание по поводу своих действий пацаны вообще ребята классно вообще так что по итогу двух своих встреч на борцовском ковре они не испытывали друг другу лютой ненависти и не устраивали треш ток на пресс-конференциях более того Абдул Рашид Садулаев даже на каком-то из турниров пригласил Кайла Снайдера к себе в гости в Дагестан вот так вот вопреки соперничеству между Абдул Рашидом и Кайлом создались в принципе довольно таки неплохие отношения вне ковра но как бы то ни было спортивный азарт и желание доказать друг другу свое превосходство в борьбе никто не отменял спортсмены понимали что между ними и для всего борцовского мира в их противостоянии осталась некая недосказанность и они продолжали тренироваться выступать на разных турнирах и спустя три долгих для всех болельщиков года наши герои наконец встретились в третий раз и на олимпийских играх в Токио в 2021 году их трилогия наконец свершилась и я на сто процентов уверен что вы все мои уважаемые зрители уже по нескольку раз посмотрели этот исторический поединок поэтому я не буду особо много комментировать разнообразные технические действия проделаны обоими борцами в этой схватке обойдусь лишь описанием моих общих эмоций от увиденного Кайл Снайдер который с самых первых секунд стремительно бросился в атаку исходя из своего стиля борьбы напомнил мне не сгибаемого железного дровосека неуклонно прущего вперед действующего предсказуемо но трудно остановимого и с помощью своей сумасшедшей физической мощи пытающегося чуть ли не нахрапом одолеть Садулаева навязать ему свою волю А Абдул Рашид же наоборот напомнил мне грациозного тигра очень маневренного быстрого и ловкого ну и к тому же тоже очень сильного и в доказательство этого Абдул Рашид на всеобщее удивление умудрился первым вытолкать Снайдера за борцовский круг тем самым заработав себе второй балл в копилку Снайдер же в свою очередь удивил всех тем что несколько раз в течение всего поединка ухитрялся проходить в ноги к Садулаеву чего ему не сделал ни один раз Абдул Рашид однако дивиденды после двух таких проходов извлекал как раз таки Абдул Рашид так как сумела перевернуть Кайло из опасного положения на бок и зарабатывал за счет этого каждый раз по два балла очевидно это были специальные заготовки против Снайдера вообще полностью вся эта схватка была неким удивительным сочетанием уникальных физических качеств за предельной ментальной концентрации и неудержимой жаждой победы обоих спортсменов но дирижером в этом невероятном ансамбле был только один человек и имя его Абдул Рашид Садулаев так как несмотря на то что последний балл в их противостоянии остался за Снайдером все же итоговый счет этой встречи был неутешителен для американского спортсмена 6-3 таким образом одержав эту очень важную и знаковую не только для себя но и для всего российского народа победу истинным героем в этой наконец состоявшейся трилогии становится двухкратный уже олимпийский чемпион Абдул Рашид Садулаев на этом мой сегодняшний выпуск заканчивается мне бы очень хотелось чтобы вы поставили лайк этой серии за мою проделанную работу а также подписались на канал чтобы не пропустить дальнейшие мои ролики кстати пишите в комментариях про кого из выдающихся борцов современности мне сделать следующий выпуск пока что я планирую сделать свой выпуск посвященный новоиспеченному олимпийскому чемпиону Заурбеку Седакову но возможно люди в комментариях попросят сделать мой следующий автобиографический фильм про другого человека и тогда мне придется прислушаться к большинству ну а на сегодня у меня все всем огромное спасибо за внимание до скорых встреч друзья